Замерзаем в квартирах. За сутки с такой жалобой только в единую диспетчерскую службу обратились 47 улан-уденцев. И это без учета звонивших в аварийные службы управляющих организаций. Теплоэнергетики тем временем тщательно следят, чтобы батареи не перегревали. Обходы и осмотры тепловых сетей и потребителей на предмет выявления возможных перетопов в помещении перегревов ведутся в постоянном режиме. В ходе выполнения данной работы выявляются факты самовольного увеличения или демонтирования дроссельных устройств систем теплопотребления потребителей управляющими компаниями без согласования с нашим филиалом. Например, одна из таких управляющих компаний «Эталон-С» заявляет Андрей Соболев. У вас такой подход, что виноватая управляющая организация увеличивает сопла, шайбы. По микрорайонам, вы сейчас называете микрорайон ЛВРЗ, но учитывайте, что жилье с большим износом, верхний розлив и прочее. А почему сопла увеличивают? Это потому, что замерзает. Особенно по угловым квартирам есть обращения. 30 обращений сейчас ДДС докладывает. По вот этим 30 отработаем сегодня, но вчера было на контроле 6. В принципе, по всем по ним отработали, но там причины тоже различные. Тепло ли в квартирах или батареи действительно не греют? И кто виноват, выяснит на месте специальная комиссия. А вот то, что дети в здании начальной школы номер 5 в Сосновом Бару замерзают – факт. В прошлом году тоже было прохладно, и мы в этом году заменили все окна в начальной школе, там новый элеваторный узел. И в некоторых кабинетах, в угловых кабинетах мы поменяли батареи. Промывку, как на том планированном совещании говорили, что нужно сделать промывку, промывку делали в этом году. Без этого нам не выдали бы акт готовности топительной системы. Но, видимо, там вообще схему надо менять отопительной системы внутри школы. Ну и сразу правильно прошу. Электроснабжение тоже проводка там вся. В этот сезон, так сказать, решения оперативные принимаем, а на следующий год, чтобы этих замечаний не было. Если школа номер 5 ждет капитальный ремонт отопительной системы, то 40-я уже железно идет под снос. Здание восстановить невозможно. К тому же ремонт обошелся бы раза в два дороже, чем стройка с нуля. Учащихся сегодня перевели в здание начальной школы 14-й гимназии. Вернутся дети в свое собственное новое здание в 2020 году. Алифтин Дармаева, Инна Сендукова, Евгений Павлов. Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова